Псалтири Структура Псалтири В книге Псалмов существует такое оригинальное вступление, краткое, оригинальное, необычное. Это Псалом 1. Прочитайте кто-нибудь его вслух, чтобы не торопясь, с чувством, с толком, полностью можно прочитать. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но о законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. А вот давайте подумаем теперь, вот о чем. Чем отличается текст вот этого псалма от большинства других псалмов? Его основное отличие. В чем-то он не сравним с другими псалмами. В нем используются все компоненты, о которых мы говорили. Так? А компоненты художественного языка-то да, здесь присутствуют. Больше похоже на практический псалм, как бы в действии, например. Да. Чувствуем ли мы вот в этом псалме дух молитвы? Ну да, как-то. Молитвенное рвение здесь есть? Нету. Нету, да. Здесь духа молитвы нет. Он не присутствует. Наставление. Наставление. Да, здесь больше наставление. Так, есть ли здесь прославление? Нету. Похож ли этот псалм на песнь? Нет. Он не похож. А мы с вами говорили, что псалмы – это сборники духовных песнопений. Сборники гимнов. Он не похож ни на гимн, ни на песнопение простое. И на молитву он тоже не похож. А он отличается от других. И это сделано не случайно. Он по своему характеру, по содержанию является вступительным псалмом. Вступлением ко всей книге большой, предваряющей все собрание псалмов. А вот в том порядке, в котором сегодня у нас псалмы существуют, они были так изначально написаны, или это потом уже как бы расставили их в таком порядке? Ну, конечно, это потом, постепенно такой порядок сложился. Но вот эти 150 псалмов, такой порядок, он в глубочайшей древности, уже во времена Ветхого Завета он был. Что касается псалма первого, тут есть еще один такой интересный момент. Мы с вами сегодня вспоминали ссылку на второй псалом из проповеди Павла, Деяние 13.33, наверное. Там сказано так. Как во втором псалме написано, Павел говорит, ты сын мой, родил тебя. А в древних рукописях библейской псалтири, значит, вот этот текст, текст второго псалма, входит в первый. Это значит, или первый тогда соединялся со вторым, сливался в один, или вообще первым, может быть, даже не был как такового в древнейших рукописях. Где, допустим, определенные псалмы, они слиты вместе, два псалма, или же поделены пополам. Да. Есть такие. Да. Это был, конечно, процесс определенный, процессы группирования, систематизации. В начале псалмы, как устная, информация передавалась как устный материал. Затем стали составлять сборнички небольшие, они существовали разрозненно. А потом эти сборники стали объединять в более объемные собрания. И в конце концов образовалось 150 псалмов. Ну, некоторые исследователи предполагают, подвигают такую версию, почему именно 150. И это, мол, ради эстетики, ради красоты составили такое круглое число. А в любом-то 151 псалом. Да, в греческом переводе 151 псалом, все кто агенти. И в кумранских свитках, в кумранской библиотеке, там тоже 151 псалом есть. И там есть еще так называемые апокрифические псалмы дополнительные. И 151 тоже присутствует. Так вот, первый псалом был предназначен для предварительного размышления. Прежде чем приступить к чтению основных текстов псалмов, человек должен себя настроить, подготовить сердце свое, разум свой. Чем? Размышлением. У древних молитвенников, у еврейских, существовала такая традиция. Значит, прежде чем приступить к молитве, человек должен час провести в размышлении, в духовном созерцании, настраивать себя через тишину, через размышления. Это можно назвать медитацией, но в хорошем смысле, в библейском, христианском. Не в восточном, как это делают кришнаиты, буддисты и так далее. В нашем библейском, христианском смысле. Ведь слово медитация в переводе означает размышление. Размышление на какую-то тему определенную или о каком-то предмете. А здесь размышления, направленные на созерцание Бога, на размышление о Боге. А потом уже молитва, прославление, покаяние. Правильно вы заметили, что книга псалмов традиционно разбивается на пять книг. Есть такое деление, есть членение, есть такая структура. Псалтири, состоящая из пяти книг. В первую книгу входит Псалом 1 до Псалма 40. А почему именно с 1 по 40? Сейчас я объясню, на каком принципе основано это деление. Вторая книга, 41-й, 71-й, 3-я, 72-й, 88-й, 4-я, 89-й, 105-й и 5-я, последняя, 106-й, 150-й, заключительные. Ну, абсолютно такой точной версии, наверное, не существует, но есть предположение. Одна из версий гласит, что составители псалтири хотели видеть в этой книге некий аналог Торы, аналог Пятикнижия. Есть Пятикнижия Моисея, первые пять книг, а Псалмы – это тоже Пятикнижия. У еврейских раввинов в Талмуде часто встречается такое замечание, что Моисей дал нам пять книг, а Давид дал нам пять книг Псалмов. Но еврейские раввины, мудрецы Талмуда воспринимали библейскую псалтирь тоже как некой Пятикнижии в своеобразной форме. Значит, вторая версия, почему разделили на пять книг, и почему вот именно такое деление, там 1-й, 40-й, 41-й, 71-й, мы можем это практически увидеть, посмотреть, чем завершаются вот эти группы Псалмов. А завершаются они похожим выражением, например, 40-й. Можете найти и прочитать. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь, аминь. Видите, какая характерная здесь выражение. Точка здесь стоит. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь, аминь. Два раза аминь. Здесь, можно сказать, такая большая, жирная точка стоит. Каждая из этих групп завершается так называемой доксологией. Есть такой научный термин. Богословие, библиистика. Доксология. Доксология – это прославление. Докса – это слава на еврейском языке. Но, правда, у некоторых ученых-библистов есть такая версия, такая точка зрения, что, мол, вот эти выражения были вставлены составителями псалмов уже после. Был сборник, состоящий из нескольких псалмов. А человек, который потом структурировал это, он, чтобы сделать такую концовочку, вот раздел провести, вводил вот такие выражения, чтобы завершить определенный свод книг, вот такие слова туда включал. И это разделение, конечно, оно не было изначальным, а уже после поделили. Но носил такой поздний характер и несколько искусственный. Но что интересно, вот последняя, пятая книга, завершается 150-м псалмом. Здесь уже мы не найдем вот такого выражения, как в 40-м, а в других. Благословен Господь, аминь, аминь, два раза. А здесь весь 150-й псалом, это целиком псалом хвалы, да, хвалебный. А если вот даже, ну, предположить, что вот это были поздние вставки, да, ну, вводоразделы такие, то почему именно с 1-го по 40-го, ой, там, с 41-го по 71-го, то есть там в этих псалмах присутствует какая-то определенная тематика, или же это, ну, по каким вообще, почему именно вот по 40-ю? Ну, скорее всего, там какая-то преобладающая тема, может быть. Практически там разные темы. Ну, какая-то тема там доминирующая. Или это по авторам, как бы, ну, это не только Давид писал? Нет, авторы там смешаны. Ну, вряд ли, да, авторство... Смешанное там. Там есть и Давид, и Асапа. Авторство вряд ли присутствует. Скорее всего, вот это первый подход, наверное, главенства. То есть ставители псалтири, те, кто структурировал, они хотели сделать эту книгу похожей на пяти книжей. Ну, по поводу авторства, что мы можем сказать? Как подсчитано в 73-х псалмах присутствует имя Давида? Без автора, да. Да, есть такая заставочка, например, «Псалом Давида». Идет текст. Тут тоже возникает сомнение, а Давид ли написал этот псалом? Почему такие сомнения возникают? Потому что в псалме, например, описывает ситуацию, которая была уже гораздо... После Давида. Да, после жизни Давида. В другую эпоху совсем. Ну, например, там 26-й псалом. О красоте. Одного только просил я у Господа, чтобы... Быть неудовно. Да, пребывать в храме Господнем. О храме, а ведь при Давиде храма-то еще не было. Храм-то был построен Соломоном. А в некоторых псалмах, которые озаглавлены, как псалом Давида, речь идет о храме. Явно уже поздний период, поздняя эпоха присутствует. Сказать, что это духовное было. Не то, что он видел этот храм. Да, он в храме Господнем подразумевал защиту Божью, подразумевал руку Божию, присутствие Божие. И это аллегорически просто применение такое, как вот... Можно, да. Не можем. Тут окончательного мнения по этому поводу не существует. Много всяких версий. Есть такие предположения, что, мол, вот там, где упоминается Давид, это не обязательно обозначает его авторство. А зачем тогда оно упоминается? А упоминается в таком смысле, что псалом там посвящен Давиду или связан с жизнью Давида. Жизнь Давида в данном псалме выражена. Его искание, его молитвы, личность его, жизнь его или посвящение Давиду. Но Давид же тоже он мечтал или леял мысль, чтобы построить храм Божий. Да. Просто Бог ему не дал этой возможности. Бог не допустил до этого. А мечты-то были и желание такое было. Да, вот такая точка зрения тоже вполне имеет право на существование. Это могли быть чаяния, даже такое молитвенное воздыхание пророческого характера. Пророческая молитва могла быть. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте 3w.tv.seminari.com Кроме имен Давида, какие еще имена упоминаются? Асаф. Да, очень много псалмов. Асафа. Сыны Кореевы. Да, сыны Кореевы. Соломон. Да. Написал два псалмова. Моисей. Моисей. Да, сыны Кореевы. Это по всей вероятности были друзья, соратники Давида. Там есть интерпретация, там сыны, я вот не помню, разные буквы. В смысле? Ну, окончание тут у меня. Есть разные буквы. И это то ли два автора, то ли просто... Идифон. Да, идун. Геман, Езрахит. Езрахит, да. Вот эти. Сейчас я найду. Соломон. Цифры у вас есть, кто сколько написал? А, у меня есть только вот по Давиду. Потому что есть так называемые дублетные псалмы. Сходное по содержанию. Псалом 13 и Псалом 52. Можете сравнение сделать, такое наглядное. Там только два слова не так, а так одинаковые точно. Да, одинаковые. В 13-м сказал «Безумец в сердце своем нет Бога». Все совратились, все до одного негодные. И в 52-м вот те же самые мысли повторяются. Есть псалмы, где ряд стихов совпадает. И слова, и содержание совпадают. Не весь полностью, а какие-то фрагменты. Я тоже когда-то нашел такой стих, я думаю, о, опечатка. Да, я думаю, они впечатлялись. Я потом прочитал, оказывается, нет, это все правильно. Основные концепции в отношении книги псалмов в Библии. То есть как к псалмам сама Библия относится. Ну и как относятся к ним комментаторы различные, древнееврейские, современные. Существует в современной Библии три такие концепции. Первое. Это псалмы, как вторая Тора. То есть отношение к псалмам, как к Торе, как к Пятикнижи Моисея. Мы об этом уже говорили. Вот изречение одного из мудрецов древнееврейских по этому поводу. Книга псалмов – вся божественная речь. Несмотря на то, что молитвы, словословия произносят люди, люди же произносили. А раввины, мудрецы еврейские считали, что это тоже Божье слово. Это тоже богодухновенное писание. Вся божественная речь. Все слово Божие. Псалтирь – это Тора, говорящий языком людей. Вот такая точка зрения существует у еврейских, богословов. Я думаю, что и христиане могли бы с этим тоже согласиться. Вторая концепция называется «Историческая». Историческая делает акцент на связь с конкретным событием. Связь псалма с конкретным историческим событием. И такие вот детали мы встречаем с вами в псалмах. Детали, говорящие об исторической ситуации конкретной. Например, Давид в пустыне Иудейской. Когда Давид был в пустыне Иудейской. Вот там эпизоды жизни Давида. Да, и переживания его. Забежал, отвисал. Или… Притворился неменяемым. Или на реках Вавилонских. Тоже медицина. Это после Вавилонского плена. Да, после Вавилонского плена. Все переживания связаны с пленом Вавилонским. Значит, три взгляда на псалмы. Первый – псалмы как Тора. Второй – исторический взгляд, связь с историческими событиями. И третья – культовая концепция. От слова «культ». Под культом подразумеваются ритуалы религиозные, связанные с жертвоприношением, с богослужением. Этот взгляд рассматривает псалмы как часть церемоний религиозных, как часть празднеств. И по содержанию своему, и по форме многие псалмы как раз явно были связаны с церемониями, с празднествами, с богослужениями. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok